В своих произведениях, в многочисленных образах простых русских людей, крестьян и рабочих, писатель раскрывает истинный облик русского народа, его лучшие национальные черты, настоящее трудолюбие и творческую оторенность. С любовью им написаны образы замечательных, талантливых русских умельцев и самоучих изобретателей, умеющих создавать удивительные вещи. Смелым, дерзким, красивым встает русский народ со страниц Федора Гладкова. Стойкость, мужество, вера в свои силы присуща лучшим его героям. У писателя поэзии «Борьба народа за счастье» умело сочетается с поэзией родной природы, с поэзией русской речи, напевной, меткой, образной и афористичной. Отрывок из повести о детстве Федора Гладкова читает Надежда Полеимец. Возник тоже приспросился к чтению, и эту страсть пробудил в нем я. Как-то возле Маленны мы зашли к нам в избу, и я стал читать ему песню про купца Калашникова. Ему очень понравился запев песни «Ух ты, бой, еси!» И он несколько раз повторял его при встрече «Ух ты, бой, еси!» Но особенно его захватил кулачный бой Калашникова-Скеребевича. Он вскрикинул, смеялся, и у него горели глаза. «Вот как здорово!» Это похоже, как Владимирыч своим отцом дрался. У нас только ничего не вышло с Володькой-Борчоком. А то б я ему задал, как Калашникова. Киребевич тоже чайнос забирал, как Володька. Должно все дворяне хвальбишки. А ну-ка, как это? Как сходились, собирались удовые бойцы московские. На Москву-реку, на кулачный бой. И с чулана вышла бабушка с ухватом руки и слушала нас с удивленной улыбкой. «Это чего вы гормочите-то? Этакую песню я и не слыхала. Боже, то как! Где это ее поют-то? А на голос-то как!» Я задыхался от радости. Этой песни я победил бабушку. Значит, книжку можно читать при всех. И даже дедушка не будет ругаться и не вырвет ее из моих рук. Бабушка была чутка в песне и знала ее красоту. А в этой песне пели сами стихи. И я, когда читал ее, невольно распевал каждое слово. Бабушка вслушивалась в звучание моего голоса и рыхло подплывала к столу. Словно песня манила ее. И она подчинялась ее напевному ритму. Мы не заметили, как вошли в комнату мать с Катей. Увидел я их только тогда, когда мать вскрикнула, словно от боли. А Катя изумленно, с накломом в голосе сказала. «Да откуда ты выкупал эту фетя? Вот чудо-то!» Кузя прижимался ко мне плечом и впивался в строчки книжки. Никак не мог оторваться. Он плачущим голосом закричал. «Да не мешайте вы, Христа ради! Да я читать буду!» Бабушка с астонными и вздохами стала вспоминать. На гуслях-то и у нас играли. Мой батюшка-покойник в барских покоях играл. И пел, заслушаешься, а эту хуя песню не пел. «Бабушка Анна!» Возмущенно просил Кузя. «Ты слушай, а не бай! Эту песню-то сто раз слушать можно! Не наслушаешься!» Мать торопливо и страстно лепетала. «Спрятать надо, а то дедушка изорвет. Сундук спрячу, а когда его нет, слушать будем!» Но бабушка возмущенно вздохнула. «Дедушка только по балушке слушать не любит!» «Грех это по балушке-то читать!» «Сказки-складки, а песня – пыль!» «Я сама уговорю дедушку, послушать кто!» И действительно, я победил и дедушку. Вечером я уже сидел за столом под лампой и нараспет читал эту песню. А все слушали ее, как божественное чтение. С тех пор я не боялся читать и при дедушке. А мое чтение узаконил отец словами. «Чтение – не воловство, а для души!» Митрий Степанович сказал, что и гражданскую печать читать – душеспасительное дело. Каждая буква бает, что искра во тьме и польза для ума. На этот раз дедушка не прикрикнул на отца. Он сидел на краю стола, поглаживал городу. Он был неграмотный, и печать для него оставалась силой таинственной и неотразимой.